Добрый день, ребята. Сегодня нам давать будет интервью президента нашей Федерации комбежного спорта Николай Алексеевич Гуляев. Олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы и просто хороший человек. Здравствуйте. Вы уже почти год у нас являетесь президентом Федерации в ПЛАИН. А выявили ли вы какие-то основные проблемы в нашей Федерации, в нашем спорте? Приняли ли вы какое-то решение или думаете о том, как эти проблемы решить и вообще продвигать наш спорт в будущем, чтобы в спорт входит в массы и более популярные? Абсолютно правильный вопрос. Если бы я не хотел говорить про проблемы, я просто говорил бы про проблематику. Не только к никобежному спорту, а к спорту властей в целом. С учетом той ситуации, которая сейчас внедрится на международной арене, на у нас он не кончался. Все-таки обратить серьезное внимание на наши российские проблемы и те греха этим шансов вкупу воспользоваться. Поэтому мы still winning with the air. Я считаю, что наша основная задача, помимо поддержания на должном уровне сильнейших инкобежцев в России, и сохранения костяка, потому что рано не поздно, мы все равно в здоровую семью вернуемся, мы туда прожденемся. Я больше чем уверен, что это произойдет в обувь ваня, там, через год-два максимум. Внимание на подрастающем поколении индонезиров. И популяризация никогда очень популяризовала в советское время, мы четко говорили много-много-много-много лет назад, из-за спорта конькорежного, потому что страна у нас в большинстве своем зимние, и, конечно же, это наш истинный, истинный русский, я бы так сказал, российский вид спорта. Поэтому одно из направлений России, это популяризация конькорежного спорта в целом, причем, посредством проведения фестиваля, соревнований, не обязательно конькорежа, а как это было принято в Союзском Союзе, на любые конькорежа, самое главное, что большинство России просто встало на налево. А те, кто захотел потом, я имею в виду конькорежа, на молодежь, заниматься и посвятить этому юзи, то есть заниматься профессионально, тогда мы уже успокоим день, и говорим, ребята, добро пожаловать, и тут мы вас ждем. Поэтому я еще раз попарюсь, я бы наговорил о проблемах, а именно о том, что мы хотим сделать. Это две основные, два основных ковровых, это все-таки сохранение лидеров из Волнрик, которые, как можно сказать, костяпи, которые обязательны, чтобы мы должны как бы добурев, ну, с такой минутной готовостью выхода на международную арену, и, конечно же, подготовка резерва через массовый, тем не менее, к Олимпийскому репорту. Это был хороший улыб в советское время, и, наверное, это правильно, и это в вашем соборе. Потому что я тоже видел много фотографий, много, даже, наверное, видеозаписы так много, много фотографий, где в советские времена были у нас, от них вежливые соревнования, и собирались, как, ну, стадионы размером с футбольный, и там много людей было сидело на открытом льду, на морозе, и все смотрели, болели. А сейчас у нас прекрасно закрытые стадионы, просто построились по стране, а по сути народу не было. Еще вопрос такой, я как спортсмен за мою спортивную карьеру, в связи с конкурсией был только один резидент федерации, ну, и теперь вы с корой. Существует такое мнение, что проблема у нас есть в том, что у нас нету, как будто я уже голландцев или норвежцев, нету спонсоров, больших спонсоров, потому что там, где есть спонсоры, там все-таки есть медийность, там, где есть медийность, там всегда больше массовость. А больше массовость, это значит, что будет больше уникумов, которые могут выстрелить, как вот, допустим, тот же стольц, американский, который откуда появился. И вот, как вы думаете, точнее, будете ли вы помогать или разрешать спортсменам заводить себе спонсоров, потому что спонсорам все нужна реклама на тех же международных соревнованиях, и будет ли дано добро на размещение рекламы на комбинезонах? Ну, это мой отдельный вопрос, я скажу очень кратко, я за то, чтобы в любом мире, который вязался в некоторых спорте, присутствует, даже посредством размещения индивидуальных спонсоров. Я не вижу вот никакой проблемы, самое главное, чтобы это было кому-то интерес, пусть даже посредством размещения рекламных, конкретных спортсменов. Наверное, через это действие... Возможно, это поспособствует некому стимулу, а может, заниматься этим стимулом. К сожалению, в северных работах не все знают, что это такое, не понимают вообще, о чем идет речь. А чуть, ну, посмотреть вживую и ощутить тот накал страстей и эмоций, которые здесь присутствуют, они реальные и настоящие. Я думаю, что у многих... 32, 33, 33, 33, 35, 38. Потому что я часто слышу вопрос, когда я занимаюсь пенькобежным спортом, и тебе говорят, пенькобежный спорт – это что-то на конях, да? И, к сожалению, это реально происходит среди не спортменов, а обычных людей очень часто. Что бы вы, как спортсмен, как президент Федерации, могли бы сказать молодым спортсменам, вот ребятам, которые сидят здесь на трибурах, которые, да, дядя Митюбонске, на Твердокавкарке, Недуланово катаются, которые стремятся приехать сюда, получать вот таких больших соревнований, выбежать на молодой дорожке с тем же Куришниковым, Мурасовым, Афженей Ларинковой. Кто-нибудь скажите им на пустующее, особенно сейчас, когда у нас выпустили новые нормативы, и у многих, точнее, есть цель добиться там, ландидатам, мастер спорта, а сейчас я очень много видел комментариев про то, что из этих нормативов будет, наоборот, упущаться мастер из моего спорта, потому что будет меньше мастеров, ну, меньше разрядников, будет меньше денег в областных школах, из-за этого, из-за всего, и будет нарушаться. Понятно, да. Просто понятен, сразу хочу пояснить, про то, что сейчас опубликовано, это мягкая техническая ошибка, которую мы постараемся в ближайшее время справить, это никаким образом не позиция сейвотинкедыж в России в части повышения нормативов. Ну, в день на дистанции мы не выполняем ничего. Третья, третий, 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 то есть, по-прежнему, в Тауэрку. По-прежнему, самая задача, это популяризация, и наши действия, никаким образом не позволить идти вовремя, или уже каким-то образом там. Интересный шорт, по-прежнему, например, в Москву, поэтому... Все, спасибо большое, удачи вам, не было душа в игре. До свидания.